В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. Нарушение правил благоустройства обойдется дороже. Мэрия Самары выступила с инициативой штрафовать организации, нарушающей установленный порядок при выполнении аварийных земляных работ. Губернская дума эти изменения поддержала. Отсутствие ограждений на опасных участках и задержка сроков восстановления газонов теперь встанет нарушителям в копеечку. Цель поправки – заставить компании работать на совесть. Сегодняшнее решение депутатов позволяет уже окончательно навести здесь порядок, потому что организациям станет выгоднее принимать все меры по сокращению сроков заделки вскрытий, по ограждению опасных участков, чем платить огромные штрафы. Штраф для юридических лиц составляет, как я уже сказал, от 300 до 500 тысяч рублей. Если организация допустила повторное нарушение сроков, не сделала ограждения, то штраф увеличивается до 1 миллиона рублей. Общая сумма штрафов, которые были наложены в минувшем году на недобросовестные организации – 10 миллионов рублей. После принятия поправки в закон эта цифра может вырасти в разы. Считаться с российскими законами приходится и трудовым мигрантам. С этого года право на работу в нашей стране приезжие получают в новом порядке. Теперь, чтобы оформить патент, недостаточно знать язык, историю и законы страны проживания. По новым правилам иностранные граждане обязаны пройти медицинское обследование. Разрешение на работу в Самаре с начала года получили пока только три мигранта. Саидулот Турсунов приехал в Самару на заработки в ноябре прошлого года. У себя на родине в Узбекистане работал машинистом бульдозера. Начать новую трудовую жизнь планируют законно. Стойко выдержал процедуру получения патента. Говорит, официальное разрешение трудиться придает уверенности, что на новой родине все сложится. Патент для меня очень многое значит. Это то, что я могу смело по Самарской области ходить, не боясь то, что я не нарушаю законы и могу работать смело, устроиться на работу, например. За текущий месяц областным УФМС принято более десятка заявлений на выдачу патентов. Трое уже получили разрешение работать в Самаре. Удовольствие это не дешевое. Пройти медосмотр и сдать экзамены на знание языка, истории и законов России обходится мигрантам почти в 10 тысяч рублей. Саидулот Турсунову сэкономить помогло советское прошлое. Школу он закончил еще в СССР. Атестат позволяет обойтись без экзаменов. А вот ежемесячный налог в 2,5 тысячи рублей платить придется всем. Кроме того, нужно периодически продлевать патент. У нас минимальный срок действия патента месяц. Он может быть продлен до 12 месяцев. Более того, иностранный гражданин, желая на следующий год продолжить трудовую деятельность, может получить новый патент, не выезжая из территории России, еще на 12 месяцев. То есть срок непрерывного пребывания иностранного гражданина, который осуществляет трудовую деятельность, составляет на данный момент 2 года. А потом? А потом он обязан выехать из страны. Он может, естественно, заехать обратно и в новом порядке эти документы оформить. С этого года все средства, заплаченные иностранными гражданами за патенты, останутся в казне и региона. Раньше половина суммы уходила в федеральный бюджет. За прошлый год в Самарской области выдано более 80 тысяч документов, разрешающих работать на территории региона. Если в этом году количество заявок останется на том же уровне, областной бюджет получит более миллиарда рублей. Алина Чемерес, Сергей Баскин, События. Ну, как правило, приезжие граждане устраиваются на работу на стройке в сферу жилищно-коммунального хозяйства и тем, кто готов работать в Самаре на совесть, только рады. К тому же фронт работы большой, еще не весь город очищен от снега и льда. Мариана Мирная продолжает попытки растопить лед в сердцах недобросовестных частных коммунальщиков. Наша съемочная группа на коньках продолжает свое катание по скользкой Самаре. Сегодня, по-вашему, дорогие телезрители, звонку мы находимся на улице Ярмарочной и не просто находимся, а катимся. Чистый прозрачный лед в несколько сантиметров высотой основательно расположился вдоль 16-го дома на Ярмарочной улице. Такое ощущение, что асфальт здесь нарочно поливали водой и ждали, пока застынет. Самарцы старательно обходят тротуар стороной и вынуждены идти по проезжей части. Волжский проспект, вот там вообще ужасно, там пенсионеры, они живут, у меня там мама живет, просто даже выйти нельзя погулять, просто около подъезда. Вы знаете, вот, ну, просто нечеловечно. Здесь это еще, между прочим, нормально. Вот Волжский проспект. По всему городу, безусловно, очень скользко. Невозможно ходить, все падают, особенно пожилые люди. Плохо очень, ходить невозможно. Ежедневно нам звонят телезрители и сообщают об адресах, где без коньков просто невозможно передвигаться. Сегодня, к примеру, только за первый час рабочего дня мы приняли 8 таких звонков. Ну что ж, друзья, здесь наша миссия окончена и мы отправляемся дальше. Адреса несанкционированных катков вы можете сообщить нам по телефону 202-11-22 и мы к вам обязательно приедем. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Ну, а эти фотографии бесплатного, несанкционированного катка нам прислали жители Юнгородка. Пешеходный переход через трамвайные пути 10 маршрута рядом со станцией метро. Как говорят телезрители, здесь всегда большой поток людей. Буквально в двух шагах детский сад. Люди падают прямо на трамвайные пути. Впрочем, по словам жителей, вся улица железной дивизии похожа на один сплошной каток. И не мудрено, после таких ледовых походов в больнице Самары ежедневно попадают десятки людей с травмами. Принять пациентов готовы и в восьмой городской поликлинике. Она открыла свои двери после ремонта. Здесь ежегодно проходят лечения более 60 тысяч человек. Лариса Шалафастовоясняла, что изменилось в лечебном учреждении. В отремонтированных кабинетах и лечиться приятнее, говорят пациенты восьмой городской больницы. Лидия Романенко делится. Больницу посещает часто. Сейчас на дневном стационаре. На процедуры приходят каждый день. Уверена, в обновленном здании и стены лечат. Очень сейчас чистенько, хорошо, везде подремонтировали. Приятно находиться здесь. Восьмая городская поликлиника обслуживает более 60 тысяч жителей Самары. Из городского бюджета на ремонт выделили порядка 9 миллионов рублей. В 2014 году на эти средства полностью заменили кровлю. Теперь здесь новая металлочерепица. Установили систему водоотведения. Утеплили фасад здания. Старые окна заменили на новые пластиковые. Открыто дополнительное окно регистратуры. Организационно тоже обновлена поликлиника. То есть очень многие старые технологии ушли на задний план. На первое, конечно, это эффективная работа регистратуры, кабинет неотложной помощи, стационар, замещающий виды медицинской помощи. То есть данное лечебное учреждение идет в контексте развития программы здравоохранения Самарского региона. Без ремонта пока остается только четвертый этаж здания. Здесь работы планируют провести в течение года. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. И еще новость для родителей и школьников. Дети могут бесплатно оздоровиться в загородных санаторных лагерях. В Самарском центре семья есть путевки для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Подробнее о датах заездов можно узнать на сайте городской администрации. Для получения путевки родителям, законным представителям детей необходимо обратиться в районный центр семья по месту проживания ребенка, написать заявление и представить документы, перечень которых также можно уточнить на сайте мэрии. И к другим темам. Больше 30 лет на службе родине. В областном управлении наркоконтроля почтили память бывшего руководителя Александра Синопальникова, который возглавлял ведомство с 2011 по 2013 годы. В этом году ему исполнилось бы 56. В день рождения Александра Владимировича на здании областного управления наркоконтроля торжественно открыли мемориальную доску. Работа для него была вторым домом, рассказывает о муже вдова Александра Владимировича Алевтина Сергеевна. Вместе они прожили 35 лет. Быть генеральше, говорит Алевтина Синопальникова, непросто. Положение обязывает. Каждый день на работе муж должен быть в чистой и наглаженной форме. Муж платил за заботу, вниманием и приятными сюрпризами. Каждый день рождения он начинал с того, что дарил нам подарки. И он всегда говорил, что, конечно, приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить. И вот мы всегда ждали его день рождения, чтобы, уже зная, что он нас будет поздравлять со своим днем рождения, будет нам дарить подарки детям и мне. Дети Александра Владимировича и Алевтины Сергеевны пошли по стопам отца. Служат государству, носят форму и звания. Маленькие внучки с профессией пока не определились, но о заслуженном дедушке им рассказывают родственники. Еще до того, как стать генералом, Александр Синопальников отработал в уголовном розыске и оперативном управлении в СИН России. Принимал участие в контртеррористических операциях в горячих точках, где был серьезно ранен. Пуля попала в рот, она прошла через зубы, у нее слетела оболочка, вышла с задней стороны щеки, а сердечник ушел вверх и полсантиметра не дошел до мозга. При этом он не потерял дикцию, он очень четко умел говорить и очень правильно умел выражать свои мысли, доводить их до любого, с кем он общается. Председатель областного союза журналистов Ирина Цветкова вспоминает, генерал без капли сомнения мог ответить даже на самый бестактный вопрос. Например, цитата, сколько вы заплатили за должность начальника управления ФСКН. Он ответил так, это 33 года кадровой службы, это 4 школы моего сына, это 3 школы моей дочери, это невозможность жены работать по профессии, это тяжелые ранения, это государственные награды, и это то, что я до сих пор не имею собственного жилья. Видеозапись с первой пресс-конференции Александра Владимировича была сделана в марте 2011-го. Тогда, практически только став начальником областного управления наркоконтроля, генерал знал, с чего начинать работу в новой должности. С первого дня своей работы здесь, всем своим подчиненным, я говорю, что наша работа должна быть основана исключительно на нормах законности. Плохой ли он закон, хороший ли закон, но закон должен выполняться. Законность, порядок, организованность и дисциплина – вот это те столпы, на которых должна существовать деятельность любого серового ведомства, любого правоохранительного органа. За годы службы Родине ветеран боевых действий, доктор юридических наук, генерал-лейтенант полиции Александр Синопальников удостоился более чем 20 наград, среди которых Орден Мужества, Орден Почета, Медаль за заслуги перед Отечеством и другие. С 28 января, со дня его 56-го дня рождения, на здании областного управления ФСКН будет висеть мемориальная доска, чтобы молодые сотрудники чтили память почетного генерала и знали, с кого брать пример. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Именно при Александре Синопальникове, отмечают журналисты, работа управления ФСКН стала более прозрачной. Ее результаты понятнее жителям региона. Больше внимания стали уделять антинаркотической пропаганде. Десятки уроков в школах, профилактические рейды на улице города и антинаркотические акции. К примеру, такие, как «Сообщи, где торгуют смертью». В прошлом году в телеэфиры и на страницах газет региональных СМИ вышли более 13 тысяч материалов об опасности наркотиков. За антинаркотическую пропаганду журналистов и редакторов самарских газет и телеканалов поощрили благодарностями и памятными подарками. Отметили работу и нашего телеканала. У нас на порядок увеличилось количество обращений граждан, в том числе и на телефон доверия. Я хочу еще раз сказать вам спасибо. Либо вы делаете очень важную и нужную работу. Роль средства массовой информации в решении данной социальной проблемы очень важна. Журналисты, которые не считают эту проблему чужой и не обходят ее стороной, а помогают, освещают, это замечательно. Мы продолжаем выпуск. Традиционный пробег из Самары, посвященный памятным датам истории, состоится в феврале. Колонны снегоходов отправятся к границе с Ульяновской областью, к сохранившимся укреплениям сурского рубежа. С инициативой посетить именно это место в отделение партии «Единая Россия» обратились ветеранские организации Самары. Сурский рубеж начали строить в 1941 году недалеко от реки Сура. В строительстве принимали участие порядка 340 тысяч самарцев, в основном женщины, старики и дети. Огромный ров длиной в 200 километров появился за 45 дней. Кроме посещения памятного места, активисты намерены найти очевидцев тех событий или их родственников, которые смогут предоставить фотографии и другие исторические документы. Мы обращаемся ко всем нашим землякам, ко всем жителям нашей области, чтобы восстановить все события от 1941 года, события строительства сурского рубежа, воспоминания. Может быть, и мы на это очень хочется надеяться, мы верим, найдутся и участники этих событий. Нам по крупицам важно спешить, закрепить вот это историческое знание для того, чтобы передать это, в том числе и потомкам. Музыкальное наследие в надежных руках молодых российских исполнителей. Звезды 21 века сыграли на сцене Самарской филармонии. Проект уникальный. Новое поколение виртуозов, скрипачи, пианисты, виолончелисты выступают по всей России. Многие уже заслужили мировую известность, но звездная болезнь, уверяет Марина Кравцова, их не поразила. Молодым музыкантам уже присвоили неофициальное звание звезды 21 века. Они виртуозно играют на скрипке и фортепиано. Лукас Генюшес, обладатель 11 наград, пианист, известный далеко за пределами России. В Самаре впервые. Обширная концертная биография не спасает от волнения. На незнакомой сцене он впервые же исполнит для широкой публики 20-й концерт Моцарта. Так же, как великий музыкант, Лукас начал свой путь в музыке в раннем детстве. Музыкальный талант передался ему буквально генетически. В семье музыканты все. Но чтобы добиться известности и признания, пришлось упорно работать. Тут нет никакой поэтизации и мистификации вообще. Ремесло музыканта, да, это то, что воспринимается как какое-то откровение, вдохновение, вот эти все эти красивые вещи, да, которые действительно присутствуют в нашем деле. За этим стоит очень большой такой черный труд, я бы сказал, да, то есть очень серьезная работа с самого детства. Труд, вот это вот дорожка, то есть, которой талант нужно вести. На сцене Самарской филармонии Лукас Генишес выступит вместе с молодым скрипачом Айленом Притчином в рамках федерального проекта «Звезды 21 века», организованного Министерством культуры России. Молодые виртуозы сыграют в сопровождении камерного оркестра Самарской филармонии «Волга Филармоник». Айлен Притчин уже знаком с самарскими музыкантами. Сыграться с такой командой несложно. Прямо на репетициях рождаются оригинальные решения. Когда собирается такая хорошая команда, совершенно нет никаких проблем взаимодействия, взаимопонимания. Естественно, что мы можем дискутировать, обсуждать какие-то тонкости, но это идет только на пользу. Уже несколько лет Айлен не расстается с особенным инструментом – скрипку. В 1765 году создал неаполитанский мастер Гальяна. Молодой музыкант уверен, у таких инструментов неповторимое не только звучание, но и аура. У скрипки будто есть душа. У проекта «Звезды 21 века» обширная география. Москва, Казань, Нижний Новгород, Оренбург, Санкт-Петербург, Самара – десятки городов. И в каждом музыкантов принимают с невероятной теплотой. Ведь хотя их и называют звездами, звездной болезнью они точно не страдают. И публика это чувствует по тому душевному посылу, с которым звучит музыка. Марина Кравцова, Павел Просняков, События. Далее смотрите новости экономики. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самаргиз.ру. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаргиз на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. Количество поддельных пятитысячных банкнот, выявленных в банковской системе России в 2014 году, увеличилось на 71,3%. Общая сумма подделок составила 304,5 миллиона рублей. Такие данные приводит Центробанк. Одновременно снизилось количество поддельных банкнот меньшего номинала. Тысячных купюр выявлено на 40,3% меньше. 500 рублевых на 72%, 100 рублевых на 27,5%. Общее количество выявленных фальшивых денег в 2014 году составило 80 тысяч купюр. Это больше, чем в 2013 году на 12,3%. Удивлен, что рубль еще подделывают. Банк «Связной» с февраля закрывает все собственные отделения в рамках мероприятий по повышению эффективности бизнеса. Об этом заявили представители банка. Закрытие отделений в формате операционных офисов предполагается завершить до 15 февраля. Филиалы банка перестанут обслуживать клиентов после реализации всех необходимых мероприятий, связанных с их закрытием в соответствии с требованиями законодательства, а также нормативных актов Банка России. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что оснований для существенного увеличения стоимости отдыха за рубежом предстоящим летом нет. По его словам, если курс рубля по отношению к евро и доллару меняться не будет, то не будет никаких оснований для того, чтобы стоимость путешествий за рубеж в рублях серьезным образом увеличивалась. Между прочим, ранее сообщали, что к лету отдых за границей может подорожать на 80%. Полагаю, что об отдыхе в этом году мало кто будет думать. Российский фондовый рынок открылся в среду в зеленой зоне. Индекс ММВБ поднялся до 1687 пунктов. Среди лидеров роста – Распадская, Акрон, Уралкалий, НЛМК и ВТБ. Лидеры падения – акции Дикси, Татнефти, Московской биржи и Префы, Сургутнефтегаза. Повышение на российском рынке происходит скорее инерционно, учитывая близость индекса ММВБ к отметке 1700 пунктов. Кроме того, покупателей поддерживает позитивная динамика фьючерса на американский индекс S&P. Вместе с тем, сдерживающим фактором является дешевеющая нефть. На рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона преобладают покупки, что вызвано решением Сингапурского Центробанка смягчить монетарную политику. Курс доллара на 28 января – 67,81 рубля, курс евро – 76,29 рубля, золото стоит 2788 рубля за грамм, серебро стоит 38,87 рубля за грамм, цена нефтемарки Brent – 49,07 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Крылья Советов купили Горбатенко у Шинника. Сборная по хоккею в Самарской области примет участие в зимней спартакиаде учащихся. Тольяттинские хоккеисты сыграют друг против друга в Чехии. Василий Веткин будет отстаивать честь России в боксерских поединках с командой Мексики. Самарцы выкупили полузащитника Игоря Горбатенко у Ярославского Шинника и подписали с ним контракт на полтора года с возможностью пролонгации еще на год. На минувшей неделе футболист успешно прошел медосмотр в Москве. Сейчас Горбатенко находится в Эмиратах и уже сегодня приступит к тренировкам с командой. Интерес к молодому полузащитнику проявили несколько российских футбольных клубов, но сам Игорь выбрал именно «Крылья Советов». Он стал первым новичком самарской команды в этом межсезонье. Вместе с «Крыльями» на сборах сейчас находятся форвард Сердер Сердеров и полузащитник Игорь Ломбарский. Сборная Самарской области, составленная из хоккеистов 2001 года рождения, примет участие во втором этапе седьмой зимней спартакиады учащихся России. Соревнования пройдут в Саранске со 2 по 8 февраля. Президент областной федерации хоккея Станислав Рузов отметил, что сборная Самарской области составлена из лучших игроков, которые являются воспитанниками самарского ЦСКА ВВС и Тольяттинской лады. Судьба и жеребие развели игроков Тольяттинской лады по разным командам. Теперь защитнику Денису Баранцеву и нападающему Мартину Затовичу придется играть друг против друга в матче Еврокубка России-Чехия. Встреча сборных состоится 5 и 7 февраля в Карловых Варах. В нынешнем сезоне Баранцев в 47 матчах за ладу набрал 9 очков и 22 минуты штрафа. Тренирует российскую сборную Олег Знарок, под руководством которого Денис Баранцев дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе столичного Динамо. Мартин Затович в 49 матчах за Тольяттинский клуб набрал 16 очков и 22 минуты штрафа. В декабре Мартин участвовал в Кубке Первого канала в трех матчах за чешскую сборную, набрав 2 очка. Впервые в Самаре состоится этап Кубка мира по боксу между командами России и Мексики. Открытие и начало соревнования состоятся 6 февраля в 18.00 в спорткомплексе Грация по адресу улица Физкультурная, 116. Честь России в весовой категории до 52 килограмм будет защищать наш земляк, мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенства Европы, вице-чемпион России Василий Веткин. Свою карьеру спортсмен начинал в Новокуйбышевске с Дюшор. Сейчас Веткин выступает в ЦСКА «Локомотив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова